МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плыть по течению, повинуясь потоку, явно не характерно для этих спортсменов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведь они привыкли покорять стихию, а не подчиняться ей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Геннадий Войтович. В эфире вот это спорт. Прямо сейчас смотрим грибной слава. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш проект покажет вам малоизвестные виды спорта. Мы расскажем, как они возникли, правила, как развиваются в нашей стране и во всем мире. Вот это спорт расширяет ваши границы спорта. Гребной слалом! Гребной слалом – это разновидность гребли на байдарках и каноэ, суть которой в скоростном преодолении специальной трассы с быстрым течением. Принято считать, что идея грибного слалома была позаимствована у горных лыж, а само спортивное направление зарождается в 1932 году в Швейцарии. Впоследствии движение быстро набирает популярность и начинает развиваться не только в странах Старого континента, но также в США и Канаде. Как результат, в 1947 году проходит первый чемпионат Европы, а через два года – дебютный мировой турнир. Бурное развитие направления позволило внести его в программу Олимпиады 1972 года в качестве показательного вида спорта. Основной же спортивной дисциплины Олимпийских игр грибной слалом стал в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне. Красно-белую вешку обходим обратно, потом выходим… Вот так вот, да? Да, все правильно. Перед прохождением трассы она детально рассматривается и разбирается, чтобы выработать идеальный маршрут. Нина, расскажите подробнее о трассах грибного слалома и вообще о правилах. Трассы бывают двух видов. Вешаются на естественных водоемах и на спортивных каналах. Бывает шесть видов сложности воды. Это зависит от скорости течения, и также наличие препятствий. К препятствиям относятся бочки, валы, также наличие камней и уловов за камнями, сливы и водопады. Длина трассы 300 метров, но они все различные, и двух одинаковых трасс не будет. Трасса состоит из ворот. Ворота представляют собой две вешки. Они бывают бело-красные и бело-зеленые. Красно-белые ворота – это обратные ворота. Их проходят против течения, а бело-зеленые проходят по течению. Трасса состоит из 23-25 ворот. Из них шесть обратно. Ну, налево и на правую руку. Ворота нумеруются, и трасса проходится строго в порядке нумерации ворот. За неправильное прохождение ворот дается штраф в виде секунд дополнительных, которые потом плюсуются к общему времени. 50 секунд штраф отдается за неправильное прохождение ворот, либо невзятие ворот. Неправильное взятие ворот – это прохождение ворот с неправильной стороны. За касание вешки телом, веслом, лодкой дается 2 секунды штрафа. А вот вам небольшая спортивная викторина. Как вы думаете, чем байдарка отличается от каноя? Что? Неправильно. Весло байдарки имеет 2 лопасти, в то время как весло каноя имеет только 1 лопасть. Хотя, если честно, это далеко не все отличия. В общем, переходим к изучению спортивного инвентаря. Спортсмены участвуют с лавами на байдарках-одиночках, а также на каноя. Каноя-одиночки и двойки. Байдарки от каноя отличаются, помимо весел, тем, что в байдарке спортсмен сидит ногами вперед, а в каноя спортсмен сидит ногами под себя на колене. Лодки, слава мне, регламентируются по весу, ширине и длине лодки. Вес лодки должен быть не менее 9 килограмм, ширина не уже 60 сантиметров, а длина не менее 3,5 метров. Материал лодок используется как углепластик, так и стеклопластик. Спортсмен сам себе выбирает то, что он хочет. Амуниция спортсменов состоит из тапочек, шорты неопреновые в холодную погоду, фартук, который закрывает кокпит от попадания воды в лодку. Курточка водонепроницаемая, спа-жилет, а также шлем, который защищает голову от удара от камня. Дальше, дальше захватываем воду. Аккуратно, аккуратно ворота, вешки не цепляем. Слева активнее, слева, слева вертикальнее грибом. Туговой грибок от носа. Ворота не цепляем. Как говорится, на земле каждый молодец, отличный грибец. А вот в воде на самом деле все гораздо сложнее, чем может показаться. Думаю, что без мастер-класса по технике здесь не обойтись. Грибной слава состоит из множества технических элементов. Техника гребли. Она должна быть довольно-таки спокойная, не сковывающая, движения легкие. Работает весь корпус, плечи, спина и руки. Основное продвижение лодки происходит при гребле именно впереди. Если весло уходит назад, это просто происходит потеря времени. То есть, впереди, сзади это не обязательно. Но основная специфика гребного слава заключается все-таки не в гребле по прямой, а в прохождении ворот. По прямой мы едем действительно на руках, но при прохождении ворот мы начинаем задействовать корпус и ноги. Существует несколько способов прохождения ворот. Первый способ – это классический, когда мы подъезжаем к воротам, ставим зацеп и легко выходим из ворот без отклонения корпуса. Преимущество данного способа – это простота и надежность, но это не самое быстрое прохождение ворот. есть также более агрессивные способы прохождения ворот. Это с учетом табана либо подныриванием на грибке. При прохождении ворот на табане мы просто засовываем голову в ворота. Табан – это грибок в обратную сторону, который мы делаем с откидыванием корпуса. Второй вид агрессивного прохождения ворот – это прохождение ворот на грибке. Суть прохождения такая же – нужно отброситься назад и сделать сильный грибок. При прохождении на табане мы делаем обратный грибок, а при прохождении на грибке мы делаем грибок обычный, но с другой стороны. Основным отличием прохождения классически и агрессивно заключается в том, что при прохождении классически в ворота попадает весь корпус вместе с головой. При агрессивном прохождении в ворот выпадает только голова. Но самым основным моментом в грибном слауне это является чтение воды. То есть необходимо учитывать течение воды, подводное течение, бочки. Нужно понимать, в какой момент сделать технический элемент один либо другой. Но чтение воды приходит в основном с опытом. Быстрый поток бурных рек, а также избыток спортивного азарта могут привести к потере концентрации и перевороту на трассе. Поэтому самое время поговорить о травмоопасности грибного слалома. В целом грибной слалом нетравмоопасный вид спорта. Травмы можно получить во время переворота. К примеру, стесать руки, ударить голову, но, слава богу, шлем защищает, и получить растяжение. В целом, перевороты это проблема новичков, но случается и с профессионалами такое, что под конец трассы силы заканчиваются и можно перевернуться. Если же переворот все-таки случился, спортсмены прибегают к специальной технике эскимосский оборот, который позволяет вернуться в исходное положение и продолжить трассу. Но в современном грибном слаломе все соревнования проходят в основном на искусственных каналах с использованием пластиковых буйков, поэтому вероятность получения травм сведена к минимуму. Ну и, конечно, для нас характерны профессиональные травмы грибцов. Это колени, спина, ключи, шея. Сильнейшие спортсмены в мире грибного слалома родом из Германии, Англии, Чехии, Франции, а также некоторых других стран. А насколько искусно работают веслом отечественные спортсмены, узнаем через секунду. Спортивное направление появилось в нашей стране еще в советский период. После распада Союза развитие движения продолжилось. Однако в 2016 году отделение Центра Олимпийской подготовки по грибному слалому по определенным причинам было закрыто. Но, несмотря на это, направление не умерло. Более того, наши спортсмены продолжают выступать на крупных турнирах и показывать неплохие результаты. на международной арене мы не являемся новичками, потому что последние 15 лет мы очень активно развивались и вышли в среднюю группу спортсменов, которая показывает очень хорошую технику, но спортсменам, которым не хватает немножко для того, чтобы войти в когорту элиты. Наше лучшее достижение на международной арене это выход в финал чемпионата мира в испанском силу дуржельев в категории «Каноэ двоек» смешанного экипажа. Первые соревнования по грибному слалому прошли еще в 1976 году. Сегодня же внутренний соревновательный календарь можно назвать вполне насыщенным. Так, сезон длится с апреля по октябрь и включает в себя около 5-6 стартов. Белорусский спортивно-соревновательный сезон включает в себя соревнования такие, как Кубок Беларуси, Первенство Беларуси среди юношей и юниоров и Чемпионат Беларуси. А также проводятся различные городские соревнования, тот же Кубок, Первенство города, Минска, например, Борисова, где проходит развитие вида спорта. На последнем чемпионате страны принимали участие около 70 экипажей. При этом география грибного слалома в Беларуси сегодня не настолько широкая, чтобы говорить о массовости вида спорта. Вместе с тем направление представлено не только в столице. Основное развитие грибного слалома в Беларуси происходит в городе Минске, в нескольких клубах на доме гребли, в Серебрянке и в нескольких клубах, которые принадлежат Мингоросполком, это центры внешкольной работы. А также есть специализированное отделение детско-юношеской спортивной школы в городе Борисове. Также есть несколько отделений в городе Гродно, в городе Бресте есть энтузиасты. Бурный поток воды и адреналина. Крутые виражи и постоянная борьба человека со стихией. Это грибной слалом. Меня зовут Геннадий Войтович, вы смотрели вот это спорт. Общайтесь с нами в социальных сетях и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова